Итак, знакомимся с генеральным планом Санкт-Петербурга. Заходим на сайт Министерства экономического развития. Так, поиск, генеральный план Санкт-Петербурга. Готово. Посмотреть на карте. Есть. И вот выходим на карту Петербурга. Подключаем буквально несколько зон. Вот, например, зону застройки среднеэтажными домами, зоны смешанной общественно-деловой застройки. И мы уже в режиме онлайн можно наблюдать за тем, как будет развиваться Петербург в ближайшие десятилетия. Вот так, например, на компьютерной карте выглядит территория близ железнодорожной станции Лесное, южный пригород Санкт-Петербурга. Четко размеченные фигуры, розовый цвет – жилая застройка, оранжевый – деловая. Да, если посетить это место в реальности, можно увидеть чистое поле. Но генплан уже позволяет слегка расширить горизонты времени и буквально заглянуть в будущее. И вот с профессором Международной академии архитектуры Ильёй Филимоновым пытаемся здесь в настоящем прогуляться по будущим улицам будущего города Южный, спутника Санкт-Петербурга. Стиль, этажность, облик – это ещё долго будет решаться архитекторами и планировщиками. Но в какой территориальной зоне мы находимся, благодаря генплану уже можно узнать. Ну а сейчас мы, судя по этой карте, идём там, где возможно расположится что-то типа торгового центра. Возможно. Да, или каких-то офисов, сервисов. Идея строительства города прорабатывается ещё с нулевых. И из плана можно понять, для кого будет этот город. Рядом строится кампус Итмо-Хайпарк. Значит, это будут в основе студенты и работники вузов, которые будут жить в самодостаточном городе, а на выходные выбираться в Петербург по железной дороге. Так же, как мы уже имеем в курортном районе тот же Сестрорецк, Зеленогорск. Они имеют разные функции, но, естественно, функции, именно свойственные Санкт-Петербургу, как глобальному городу в мировом масштабе, да, там, он не имеет целью их перекрывать или замещать. На карте не только будущие районы, но и будущие дороги. Вот, например, зелёная зона у моста Бетанкура. С точки зрения генплана здесь автомобильная дорога, продолжение набережной Макарова. Или другой пример – Лопухинский сад, объект культурного наследия. По логике генерального плана здесь должна пройти автострада. Срок реализации обозначен как 2040 год, тип тоннель. Ну, здесь же парк, как же получается, всё это должно ужиться? Ну, я так понимаю, они хотят именно на территории водоёма строить, то есть не на территории парка, а за пределами парка, именно по воде. С точки зрения урбаниста Дмитрия Баранова, генплан можно назвать визуализацией всех возможных путей развития города. Концепт того, что может появиться. И то, что эта магистраль существует на плане, совершенно не значит, что она будет воплощена в реальности. В силу различных причин – от инженерно-технических до финансовых. Генплан, в общем-то, не предусматривает какого-то планирования именно во времени. То есть это больше в пространстве. Это такая концепция будет? Да. А дальше уже на этапе программы комплексного развития транспортной структуры, например, уже планируется конкретное мероприятие с распределением по времени. Соответственно, что-то можно откладывать. И постепенно откладывать, откладывать, и в конце концов понять, что это не нужно, и с генплана уже потом поправками это убрать. Но в ней генплана, учреждения, которые, по сути, и ответственно за его разработку, уверяют, генплан нельзя назвать гибким. Та красивая карта, которую мы видим, лишь визуализация сложнейшей взаимосвязи нормативов, правил, федеральных и региональных программ, планов, регламентов. Например, на этом рабочем столе лишь малая часть многостраничных документов, лежащих в основе генплана. Ведь это же документ планирования, да, в какой-то части документ прогнозирования. Ну, планирование всегда, жизнь вносит какие-то коррективы. Ну да, меняется ситуация, но навряд ли она как-то радикально изменит тот документ, который есть. Да, экономические условия могут меняться, но генплан остается. И даже ответ на задачу нарастить объемы импортозамещения в Петербурге уже в нем есть. Для этого специалистам необходимо проверить, хватает ли уже заложенных промышленных зон и внести коррективы. Итак, каждый новый генплан есть развитие предыдущих, от Петровской эпохи и до Советской. Центральный архив научно-технической документации. Этот когда-то строго засекреченный генплан Ленинграда 1935 года, размером 5 на 5 метров, здесь никому не выдают. Нет такого помещения, в котором его можно развернуть целиком. Но даже на видимой части можно заметить, как город почти век назад тяготел к югу, подальше от тогда еще близкой Финляндии. Эта же тенденция сохранилась и после Великой Отечественной. Да, что-то осталось на бумаге, но контуры современного Петербурга уже можно заметить и без увеличительного стекла. Пискаревский, Сосновский парк – это все были запланированные территории. Здесь даже, видите, зеленых насаждений, да, нет, это только все еще в сером фоне. То есть это только планы были в 60-х годах, что такие парки будут в Санкт-Петербурге. Так что историю Петербурга смело можно назвать историей его генеральных планов. Например, ИКАД и даже ЗСД – все это из эпохи Ленинграда. А вот еще один пример – мост между Васильевским островом и Коломны. Идея, которая существует с середины 20-го века. Руководитель проектного бюро, урбанист Дарья Табачникова объясняет. Генплан отвечает на вопрос, что строить и где строить. Появление переправы именно в этом месте логично с точки зрения развития. Но пока на том берегу существуют адмиралтейские верфи, которые выполняют в том числе и гособоронзаказ, это дело не ближайших лет. Когда точно появится переправа и какой она будет, ответ на эти вопросы в задачи генплана не входит. И он говорит, что да, здесь должен быть мост. Но он, конечно, не говорит, какой это должен быть мост. Это вопрос уже дальнейших концепций. Там, может быть, будет какой-то мастер-план развития этой территории. Потому что, ну, когда ты делаешь мост, сначала нужно подумать о том, что будет там, на месте адмиралтейских верфей за ними. А потом, что он будет связывать. Зачем люди будут ездить туда или обратно. На чем они будут передвигаться. Но само появление того или иного объекта на карте уже повод заинтересоваться тем, а как будет развиваться территория вокруг тебя. Вот и Сергей Пестерев с инициативной группой жителей Сестерецка узнал о том, что вдоль береговой линии планируется намыть целый остров. К тому, что отражено в проекте генплана, у Сергея и его единомышленников серьезные замечания. Например, на этом месте парк Гагарка, где уже размечена общественно-деловая зона застройки. Южнее Тарховский заказник, где опитают 40 видов краснокнижных животных. Ну, если здесь будет стройка и будет строиться жилье, вы понимаете, это будет механизация, это будут подъездные пути. По факту, это смерть вот такой вот создавшейся здесь, сформировавшейся экосистеме. Здесь планировалось и планируется на сегодняшний день создать особо охраняемую природную территорию. Но так как есть такой вот конфликт с генпланом, ВОЗ и ныне там. Сейчас для таких неравнодушных людей, как Сергей, наступает самое важное время – обсуждение и утверждение нового генерального плана Петербурга до 2050 года. Утверждать его предстоит нынешнему созыву законодательного собрания. Но до этого момента будет объявлен 30-дневный период, когда каждый петербуржец сможет в электронном виде подать свои предложения и замечания по поводу генплана в администрацию района, объясняет председатель комиссии по городскому хозяйству Петербургского парламента Валерий Горниц. После того, когда все вопросы будут рассмотрены граждан, все изменения будут выноситься на комиссию по генеральному плану. Если существует такая комиссия при Смольном, на этой комиссии будут рассмотрены все обращения граждан за или против и будут учтены в последующем для того, чтобы уже сформировать окончательное решение для подачи утверждения в законодательное собрание. Когда начнется этот 30-дневный период, еще не решено. Его объявят позже все городские СМИ. А пока это повод для каждого неравнодушного, пытливого и любопытного жителя города тщательнее вглядеться в проект генерального плана, чтобы лучше понять, а как будет развиваться территория, на которой мы живем. И еще раз подтвердить факт – будущее Петербурга зависит от нас, петербуржцев. Антон Суман. Пульс города. Петербурга.